Всем привет-привет! Всем отличного настроения, прекрасной среды. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему, что хочет вас пробудиться. Последний месяц весны. Еще, правда, я так знаю, что в некоторых местах еще холодно. У нас уже достаточно тепло и по-весеннему. Пока готовилась к тому, чтобы записать расклад на улице Птички Пель. Как села? Звуки закончились. Пение закончилось. Ладно, позиции вы видите перед собой. Будем смотреть, что хочет вас пробудиться. Так, если мы готовы, то приступим. Тайм-коды есть в описании. И вся необходимая информация обо мне и моих услугах также есть в описании под любым моим роликом по ссылке «Мои услуги». Итак, мы с вами приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Я выложу сразу три карты, потому что у нас будет три вопроса. Вот, и мы сразу посмотрим на них. На эти три вопроса. Так, положу в коробочку, секунду, чтобы она нам не мешала. Потом, когда мы вам откладывать карты. Итак, давайте приступим. Значит, первый вопрос. Что уже вас пробудилось? Если что-то, что уже вас пробудилось? Выбор, да, какой-то выбор. То есть вы встали перед выбором. Что же мне делать? Что мне выбрать? В чем определиться? И здесь ощущение такое, что сложность выбора самостоятельного. И вы как будто ищете какие-то подсказки. То есть есть необходимость понять, разобраться. То есть здесь не просто выбрать, а здесь есть последствия этого выбора. И вы их осознаете, его. И поэтому здесь возникает такое ощущение, что... Закрой все-таки дверь. Что вам необходимы какие-то подсказки. Здесь есть неуверенность. В чем здесь неуверенность? В чем здесь неуверенность? Не знаю, здесь ваши эмоции, они перекрывают. Здесь, понимаете, вы выбор делаете не логикой, разумностью, а какими-то эмоциями. Вам действительно не хватает подсказки и не хватает какой-то практичности. То есть вы не совсем понимаете, с одной стороны, подсказки, а с другой стороны, вы не совсем понимаете, как можно будет воплотить что-то в реальном мире. То есть на практике, как это сделать. Да, здесь есть какое-то заблуждение. И оно связано с тем, что, возможно, в прошлом вы прикладывали очень много усилий. Не знаю, в этом деле, либо в общем-то. Здесь какой-то опыт прошлого есть. И в конечном итоге вы не получили то, что вы хотели. Того результата, который вы хотели. Либо он был настолько минимальный, либо вы вынуждены были отказаться от своего желания, от своей мечты. Почему? Потому что результат... Ну, он был... Много затрат, да. Как говорится, много шума из-за ничего. Вот здесь что-то такое. И вы знаете, на самом деле, такое ощущение, что вы не очень-то и хотите совершать этот выбор. То есть выбор пробудился внутри вас. Но вы как-то и не очень-то и хотите. А хотите вы его сделать? Здесь вопрос не в том, хочу я или нет. А здесь вопрос в том, что вы как будто бы вынуждены сделать этот выбор. Да, потому что обстоятельства меняются. И голые тела, я все забываю, что надо вот их прикрывать. Все никак. Да еще и вот так. Обстоятельства здесь такие, что что-то меняется во внешнем мире. И как будто бы внешний мир, он влияет на принятие вашего решения. То есть ощущение того, что здесь не совсем ваша внутренняя какая-то потребность. То есть здесь как будто бы сложилась какая-то ситуация, которая поставила вас перед фактом, что вам нужно что-то выбирать. Что-то выбирать и что-то делать. И вы к этому не готовы. Но здесь по-другому не... Да, здесь по-другому не может быть. Из-за того, что вы не можете определиться, вы не можете выбрать это. Забирает у вас очень много энергии и силы. Здесь очень много мыслей, очень на этот счет какие-то... Эти мысли, они вызывают эмоции. Эти эмоции, они не совсем... позитивного порядка. И вот они прокручиваются, прокручиваются у вас в голове. И в принципе вы как будто бы не находите решения. Вот это вот вас пробудилось. Уже пробудилось. Это не сейчас. Это уже имеется в наличии. Хорошо. Что сейчас, вот в данный момент, что сейчас пробуждается? А, рыцарь Педакли, что сейчас пробуждается? Вы как будто бы сейчас стараетесь... Ну, с одной стороны, это может касаться профессиональной сферы. А с другой, вы как будто бы сейчас стараетесь организовать... Вы сейчас очень много трудитесь организовать... Я не знаю, то ли свое пространство, то ли вот то, с чем вы здесь столкнулись с выбором, вы его еще не сделали. Но вы над этим очень много работаете. Вы очень много трудитесь для того, чтобы как-то вот организовать эту идею, этот выбор. Не знаю, может быть, свое рабочее место. Может быть, свою какую-то обыденность, рутинность для того, чтобы вот получилось то, что вы хотите. Здесь интересно, здесь понимаете, вот вы как будто бы трудитесь в сторону какого-то, я не знаю, желания, чего-то, да, какой-то ситуации. Но вы ее не выбрали. Я не знаю, как это может быть, да, то есть не сделав выбор, вы все равно движетесь в этом направлении. Я не знаю, в направлении чего, я не могу вам сказать. То есть здесь, допустим, как? Здесь вот вам предлагается выбрать, работать на эту работу, пойти, да, либо, там, я не знаю, дома сидеть, к примеру. И вы очень много трудитесь в сторону того, чтобы эта ситуация как-то разрешилась, но при этом не совершая выбора. То есть вы и на работу не идете, и дома как будто бы, да, не сидите. То есть, с одной стороны, может быть, ищете работу, а с другой стороны, окончательное решение по поводу того, какую работу выбрать, вы не делаете. Может быть, собираете информацию по поводу того, что мне будет лучше, где вообще какие зарплаты, что происходит по рынку. То есть вы очень много трудитесь, но не в каком-то конкретном одном направлении. Сейчас у вас пробуждается вот это вот желание. Вообще у вас пробуждается желание понять и разобраться. Либо понять и разобраться себя, либо в себе. Либо здесь разобраться с какой-то ситуацией, которой у вас нет ответа. То есть здесь какие-то тайны, здесь что-то непонятное, скрытое. Прошу прощения. Сакральное что-то здесь такое действительно есть. Здесь ощущение того, что нужно совершить какой-то рывок доверия. Либо прыжок доверия. То есть шагнуть в неизвестность. А это достаточно сложно. И вот вы стараетесь, с одной стороны, как будто бы собрать вот эту всю необходимую информацию, как-то ее заземлить, для себя сделать более понятной, более структурной. Для того, чтобы, знаете, как не совсем прям вот с закрытыми глазами, как слепой котенок пошел во что-то. А хоть на что-то, на операцию. Вот здесь такие моменты. А вообще у вас пробуждается, если кто занимается практиками, то что-то такое мистическое. Что-то пробуждается. Может быть желание, может быть таланты, способности. Может быть желание реализовать какие-то свои метафизические, экстрасенсорные способности. То есть вот это вот. Все, что связано с тайным, с мистическим, с сакральным. Вот это вот пробуждается. Но на это все не хватает ресурсов. Не хватает ресурсов, то ли не хватает времени, то ли не хватает финансов, то ли не хватает энергии. Здесь я не могу сказать. Но ресурсов не хватает. И это вас очень сильно пугает. Причем, знаете, ресурсы, это могут быть даже и информация, и знания. То, что здесь я и говорила. Вам не хватает какой-то подсказки, что ли. Может быть не хватает наставника. То есть не хватает человека, который бы вам дал ответы на вопросы. То есть вас как будто бы к чему-то подталкивают, но ответов на эти вопросы вы получить не можете. Вы даже в себе их не можете найти. Потому что вам не хватает вот этих вот ресурсов. И это очень сильно вас как будто бы злит, раздражает. Вы очень переживаете. На этот счет здесь могут быть какие-то бессонные ночи, нервные срывы, отчаяние. Потому что, знаете, действительно как слепой котенок. Я и туда тыркнусь, и сюда тыркнусь, и ничего не получается. И я не могу понять. То есть что бы вы ни сделали, каждый ваш шаг сопровождается не ответом, а новыми какими-то вопросами. И в конечном итоге это забирает у вас последние силы. И вы чувствуете себя как-то, я не знаю, беспомощным. Беспомощным. И это сказывается на вашей нервной системе. Почему? Потому что вы очень много думаете об этом. И не можете найти конечного ответа. Вот это вот пробуждается сейчас. Какое-то такое, знаете, очень... Не то чтобы беспокойное время, знаете, когда у человека открывается, там, я не знаю, третий глаз, да, какие-то способности. И вот он вроде бы с этим соприкасается, да, в контексте выбора, то, что мы говорим. Но с другой стороны, а как это практиковать? А что с этим делать? То есть оно больше как будто бы пугает, нежели... Ты можешь радоваться, потому что нету навыка. А навыка нету, потому что нету опыта. А опыта ей не будет, надо совершать какие-то действия. А вы действия не совершаете. Почему? Потому что, ну, не знаете что, не знаете как. Вы даже, вот сказать, попробовать что-то, да, все равно не могу, потому что, с одной стороны, я боюсь последствий, да, того, что я буду делать. Вдруг я сам себе наврежу. И из-за этого я не действую. А с другой стороны, как будто бы вот что-то изнутри вас заставляет действовать. И вот здесь не то чтобы противоречие, а здесь человек, в общем, очень сильно запутанный. И такое ощущение, что вот силы, которые вас ведут, либо вам управляют, ну, с которыми вы взаимодействуете, осознанно, либо неосознанно, они как будто бы вот таким образом, да, как-то подготавливают вас к какому-то шагу. Это, знаете, когда человек должен дойти до точки кипения, до точки невозврата, что потом вот он совершит все равно этот шаг. Потому что иначе он не сможет. Здесь вроде бы выбор, он будет и добровольный, но вот как будто бы добровольно-принудительный. То есть вас подталкивают, подталкивают, подталкивают. И назад уже отходить не получится, отступать не получится, потому что сзади будут стоять силы, которые не будут давать вам возможности вернуться, да. Но с другой стороны, что сказать, что они на вас как-то давят, да, особенно, чтобы вы приняли какое-то решение. Здесь такого тоже нет, но это вот как-то какие-то двойные такие стандарты здесь происходят, потому что, ну, ситуация, она во внешнем мире, она уже изменилась. И поэтому тебе ничего не остается, как меняться с обстоятельствами, в которых ты оказался. Потому что если ты не будешь меняться, да, если ты не будешь соответствовать тем обстоятельствам, то, ну, по сути, ты будешь деградировать, а вы этого не хотите. Причем потому что деградация в контексте отката, ну, оно неблагоприятно для вас, вам это не нужно. И вы это осознаете и понимаете. Но страшно шагнуть вперед, потому что ты не знаешь, как сделать этот первый шаг. Это как будто бы заносишь ногу над пропастью, и ты не понимаешь, вот я шагну, а вот туда, вот в эту пропасть я куда шагну-то? В неизвестность. То есть это будет смерть в контексте завершения, да, какой-то ситуации. Либо там меня подхватят, либо там будет трамплин, либо спасательный какой-то матрас, либо еще что-то. Либо я разобьюсь. Ну, то есть вы не знаете, если бы у вас была эта информация, вы бы сделали этот шаг. А вам специально по верховной жрице не дают этого ответа. Это говорят проверка. Это, знаете, такая проверка души. Доверишься или нет? А вам довериться сложно, потому что вы не знаете, чему довериться. Кому довериться? Если было бы кому, да, то есть, допустим, даже если это какие-то силы, которые с вами взаимодействуют, если бы вы знали, что это за силы, но, возможно, как-то договорились бы, либо еще что-то. А тут полная неизвестность. Вот, и это очень гнетущее такое состояние, которое забирает у вас ресурсы. Вот такое какое-то непонятное состояние вас пробудило сейчас. Что в будущем хочет пробудиться? О, даже два аркана я не заметила. Что в будущем хочет пробудиться? В будущем хочет пробудиться удовольствие, наслаждение и возможность на новое начало. То есть, что-то такое позитивное, да, что за возможность здесь. А в будущем вот вам хотят как раз-таки дать эту подсказку. Не сейчас. Возможно, вас подталкивают к тому, чтобы вы как будто бы сделали, как будто бы, да, в кавычках, вы бы сделали добровольный выбор вот в сторону вот этой неизвестности. И потом, когда вы шагнете, тогда уже дадут подсказки, тогда уже вот вам объяснят и все такое. Это если вы шагнете. Ну, сложно срагнуть, потому что, ну, непонятно. И такое ощущение, что... А потом, мне кажется, вам и не совсем нужны будут эти подсказки. Вы и так совсем сами все разберетесь. Какие подсказки вам буду давать в будущем? По поводу того, не то, что с вами случилось и происходило, а по поводу того, какие перспективы у вас открываются. То есть в дальнейшем вам и так опять придется сделать какой-то выбор. Потому что когда открываются какие-то перспективы, вы все равно должны определить для себя направление, куда я пойду и что я хочу. Да, то есть дальше вам в виде подсказок будут говорить, да, с одной стороны, какие перспективы перед вами открываются, а с другой стороны будут проверки, да, опять же-таки внешним миром каким-то. Это не внутренние, это внешние проверки. Либо будут сдерживающие какие-то моменты, либо какие-то преграды, которые вам нужно будет преодолеть. То есть вы, по сути, идете, да, вот в этот новый горизонт и сталкиваетесь опять-таки с какими-то препятствиями. И здесь опять то ли это проверка, то ли... Я не могу сказать, что это, но очень такое, знаете, вот вроде бы вы встали на путь, да, кажется, что вот сейчас просто иди, дороги открыты, но не так-то просто. То есть вы сразу столкнетесь с каким-то препятствием. И это препятствие, оно как будто бы будет, знаете, как окончательный такой отсев. То есть здесь получается, да, вы пришли, да, точка невозврата произошла. Вы говорите, ну все, я иду. Вы идете, да, в направлении открытого горизонта и сталкиваетесь с какими-то трудностями. Если у вас хватит сила духа, сила боли преодолеть это препятствие, я не знаю, с чем оно будет связано, вы, конечно же, пойдете дальше. А если нет, вас отбросят назад. Но куда отбросят вас назад, если точка невозврата уже прошла? То есть получается, вы опять заново должны будете пойти в открытый горизонт, и здесь может получиться какая-то цикличность, да. То есть вы и назад не идете, и вперед не идете. И вот как вырваться потом, совершить прорыв? Это вот такая, некая такая ловушка, ловушка, что вам нужно будет сделать по тройке кубков. Нужно будет использовать все свои умения, навыки, которые вы наработали уже в прошлом, которые рабочие, да, не все, что попало, а именно те навыки и умения, которые уже рабочие, наполнятся эмоциональным таким состоянием, позитивным, да, и сделать шаг, вот преодолеть вот эту вот восьмерку сосудов, вот эту преграду. Здесь опять-таки придется шагнуть в новое поле, да, в новое какое-то неизведное. Здесь такое чувство, что, понимаете, вроде бы вас подталкивают все время во что-то новое, но и с другой стороны, это новое не дается вам благоприятное, вот прям на тарелочке, да. То есть вас вроде бы и пускает в новое, но там куча опять преград. Это как вы не знали, да, получили диплом по вождению, вам подарили машину, вот вы сели за руль, а страх есть, почему? Потому что опыта нет. Вот вы думаете, вот куда я поеду? Ладно, поеду там, где нету много машин, да, чтобы хоть как-то накатать эти часы и обрести опыт. И вот вы только выезжаете, вроде бы на дороге, на которой никогда не бывает машин, а там пробка, вы такие в шоке, а как перестроиться? Ну, вроде бы в теории-то я помню, да, был такой небольшой опыт, да, пока с учителем, с инструктором обучался, а с другой стороны ты не знаешь, и вот у тебя вот этот стресс, это переживание, вроде бы как-то и назад ты не дашь, и вперед не получается, и это все медленно-медленно двигается, потом вроде бы пробка растворяется, да, начинается дорога, и тут, я не знаю, там какая-нибудь развилка. И вы сидите и думаете, а по какой дороге поехать? Это абсолютно новая дорога. Я не знаю, по какой мне поехать, чтобы еще и обратно вернуться, и от дома не отдалиться, да, чтобы было безопасно. Ну, то есть здесь какие-то такие, это не американские гонки, а здесь горки, а здесь какие-то новые абсолютно, вот вы такое ощущение, что вы вошли в какую-то новую карту местность, в новую местность, и еще не совсем хорошо ориентируетесь по карте, и здесь вот какой-то, не знаю, то ли новый уровень, то ли новое какое-то место, то что-то такое абсолютно новое, и оно вас пугает, потому что вы на этом пути одни, вы на этом пути одни. Здесь нету человека, кому можно было бы обратиться. Вот, и с другой стороны, знаете, вот я ощущаю присутствие силы, но у вас контакта с этой силой нет. Либо сила не хочет выходить с вами на контакт, либо у вас контакта нету с этой силой, чтобы хотя бы к ней обратиться, да, и попросить какую-то подсказку. То есть, ну, у меня ощущение того, что вот вас целенаправленно куда-то ведут. И поэтому, как бы вы ни брыгались, все равно вас будут двигать туда, куда надо. Но, опять же-таки, это не факт, что туда, куда вас двигают, что это вот прям сто процентов такой, знаете, рай. Это какой-то рай с колючками, я не знаю, с какими-то цветами, с шипами, со змеями, пауками и так далее. То есть, казалось бы, да, но если ты меня ведешь в этом направлении, ну, пускай хоть путь будет такой, да, эти чистые, не знаю, заасфальтированные, чтобы хоть наслаждаться. А здесь не получается, да, то есть здесь, опять-таки, какие-то тернии дают. И вот это вот удивительное, почему? Потому что, ну, вроде бы ты и подталкиваешь, но как будто бы подталкиваешь колючком, да, силы подталкивают вас и подталкивают колючком, да, то есть, чтобы вы еще и сами соображали, да, обойти, залезть, вот, ну, не знаю, какой-то такой очень, не то чтобы тернистый путь, но он какой-то необычный. Почему вот это все происходит? Луна, потому что вас хотят вывести из того лабиринта заблуждений, иллюзорности, в котором вы находитесь сейчас. То есть вас выводят. Правда, выводят, так очень интересно. Либо вы зашли в какой-то такой лабиринт, да, где много вот этих всех кактусов, да, а вы это как-то не замечали. А сейчас, когда вы выходите, вы встречаетесь с этим. Либо, не знаю, то есть вот какие-то потемки, да, как-то вот забрели вы не туда, и вот вас хотят вывести из этих потемок, поэтому вот вас выводят на другой путь. Да, и выводят вас, видите, через восьмерку мечей, через, причем, заметьте, здесь луна светлая, да, здесь темная, через череду каких-то неприятностей, трудностей, сложностей вот этих мелких. С одной стороны, это как проверка вашей воли, насколько вас хватит, да, насколько хватит терпения, насколько вам хватит сил, чтобы это все преодолеть. И здесь, если такое есть, да, то есть вот эти вот мелкие какие-то неприятности, это показатель того, что нужно сохранять терпение, спокойствие внутри себя и терпение, и просто двигаться, да, без, здесь вообще как будто бы эмоции нужно убрать. Они вам будут, ну, они истощают вас очень сильно, и поэтому у вас там пятерка педаклей выходит. Да, здесь у вас идет подготовка. Здесь говорится о том, что вам нужно делать то, что вы уже умеете, набравшись терпения. И с терпением вообще, это вот будет вот ваше прям оружие, помогающее терпение. И не торопиться, не спеша делать то, что вы уже умеете. Здесь не нужно ничего нового делать. Это очень важно. То есть не пробовать ничего нового, не внедрять ничего нового, не надо никакого повышения там квалификации, ничего такого. То, что вы умеете просто продолжать делать, делать, просто делать это очень хорошо. Здесь идет какой-то подготовительный этап перед каким-то движением. Знаете, мне кажется, что здесь все-таки как-то больше мистическое что-то такое. Если все-таки это имеет отношение как-то к мистике, то здесь как будто бы подготавливают вас к тому, чтобы у вас открылся дар. Но этот дар не открывается просто так. Вам придется очень-очень много трудиться. Если это не касается дара, то здесь вас, если, допустим, в контексте самопознания, вам придется очень много трудиться над своим эго, разрушая. То есть здесь какой-то... Почему сложности? Потому что вот эта вот иллюзорность, она создалась благодаря вашим каким-то чертам характера. И здесь получается так, что туда, куда вас ведут, здесь будет... Я не могу сказать, что вот вы полностью изменитесь, но какие-то черты характера вам придется изменить. Если, допустим, вы, условно говоря, полжизни жили так, как вы жили, со своим характером, с тем, который имеете, и потом вдруг что-то происходит, вам нужно поменяться, это очень сложно. Если вы привыкли все время, допустим, брать ответственность за что-то, либо полагаться исключительно на себя, а тут жизнь вас вынуждает, что вам приходится, я не знаю, доверять другим людям. Вы создаете, например, какую-то команду в профессиональной сфере, и вам приходится делегировать. А для вас это вот прям жесть-жесть. Почему? Потому что всю жизнь вы работали только на себя. Вы полагались на себя, делали все самостоятельно, а тут появляются какие-то люди. И у вас паника. Вам это нужно будет себе преодолеть. Почему? Потому что здесь вопросы доверия, здесь вопросы контроля. То есть вам не будут давать возможности, например, в этой партнерстве контролировать партнера. Либо в профессиональной сфере, либо в личной жизни. Если это личная жизнь, то вам будут давать такого человека, на которого вы никак не можете повлиять. Вы не сможете с ним управлять. Но с другой стороны расстаться не можете. То есть здесь как будто бы вас ломает ваш характер. Но ломает, понимаете, не вашу личность. Но ломает не то, что... Как это сказать правильно? Благостное, что ли? Ломает то, что вам же и мешает. Но вы на это просто опираетесь. И получается так, что если вы на это опираетесь, это является вашей опорой. А вас это будут ломать, будут это рушить. У вас получается, что у вас забирают почву из-под ног. То есть вы лишаетесь какой-то опоры. И вам нужно будет искать эту опору в чем-то другом. Заново. И вот здесь какой-то такой очень серьезный этап, чего бы он ни касался. Неважно какой сферы. Мистики, самопознание. Профессиональные сферы, личные сферы. Здесь очень такой серьезный этап. Но опять же таки сказать, что его как-то бояться нужно или нет. Нет. Вы созрели до этого. То есть просто этот этап переломный. Он сложный, потому что само слово переломать. Что-то ломаешь, что-то меняешь. А когда что-то меняешь, ты чувствуешь дисгармонию. Потому что у тебя нету созвучия с чем-то новым. Надо сонастроиться. Это как, я не знаю, какой-нибудь музыкальный инструмент, который оставляли долгое время. И потом начинаешь играть, а он фонит дисгармонией. Тебе надо его настроить. И вот вас будут настраивать, но настраивать уже на тот уровень, в котором вы должны будете быть. Также это можно сказать, знаете, как поднимают вибрации. И поднимая вибрации, вы понимаете, где вы фоните низкочастотными вибрациями. Где у вас очень много материального, низких, медленных вибраций. Вам нужно будет звучать выше и чище. И вы от этого, ну здесь как это, горю, да. То есть горю в контексте сжигания старого, чего-то такого. И вот этот вот жар, он неприятный. Здесь очень интересная ситуация, но к чему-то конкретному я ее привязать не могу. Вы сами, пожалуйста, напишите, что вы тут проживаете. Но здесь такой очень интересный момент. Здесь как будто бы, знаете, палка двух коцак, да. То есть и назад сложно, и вперед не так легко, и так просто. И вот, то есть что бы вы ни выбрали, да, и то, и другое, оно дискомфортное. Но выбирать придется. А в каких-то моментах даже здесь какой-то бы и выбор без выбора. Как-то так, интересно какой-то момент. Так, голубой, красный камешек, вторая позиция, двоечки. Вам три аркана, что пробудилось, что сейчас пробуждается и что хочет пробудиться. Главное вспомнить, что если будут здесь какие-нибудь картинки голые, надо их прикрывать. Я все время забываю. Так, смотрим, да, что пробудилось. Что пробудилось. Пробудился сейчас какой-то момент. Секунду. Пробудился момент остановки, выжидания, да. То есть вы сейчас не действуете, не двигаетесь вперед. Да, здесь сам аркан нам указывает на то, что вы как-то обращаете свой взор в прошлое. То есть нет движения сейчас вперед. А какая-то остановка. В чем причина этой остановки? Ваши мысли, они как-то направлены на физический план. Что-то вы тут хотите получить. И ваши мысли, они полностью сконцентрированы на этом. Но это желание, оно вот в некоторой степени, знаете, она как будто зациклена на этом. И такое ощущение, знаете, как будто вы хотите что-то урвать. То есть даже то, что вам не дается сейчас, либо, ну вот, это не ваше. Вы как будто бы хотите применить всевозможные уловки. Знаете, как шаг отчаяния, что ли, здесь такой. То есть я правильными, всеми правильными путями уже все попробовал, да, не получается. Сейчас как будто бы в кавычках незаконными какими-то путями я хочу это получить. Да, потому что я понимаю, что мне это надо. Вот какая-то такая, знаете, энергия одержимости, продавливания. Опять же таки, да, думаю, вы меня услышали. Незаконными путями в кавычках, потому что иногда читаю комментарии, и мне хочется сказать, чем люди слушают. Я одно говорю и подчеркиваю, но, к сожалению, не знаю, люди почему-то не слышат тех смыслов, которые я вкладываю. Вот здесь не надо буквально меня воспринимать. То есть здесь вы остановились, потому что что-то вот вы хотите. Что это такое, что вот вам прямо очень-очень это нужно? Что-то здесь такое пробудилось? Изобилие, да. Здесь изобилие, гармония, какое-то вот богатство, наслаждение, удовольствие. Вот что-то такое. Девятка Пендагли. Вот я очень хочу стать, например, да, здесь такие мысли. Я очень хочу стать независимой. Я хочу стать самодостаточной. Я хочу реализоваться. То есть здесь по Девятке Пендагли стать человеком, у которого есть и опыт, и деньги, и знания. И я ощущаю какую-то целостность, и вот это состояние благости. Но вот, понимаете, вроде бы кажется, как желание, да, кто-то может сказать, а разве это плохо? Да нет, это неплохо. Но способ достижения этого, да, то есть здесь это, как мы говорим, не важно, что ты говоришь, важно, как ты это говоришь, да. То есть можно сказать доброе утро с улыбкой, а можно сказать сквозь зубы. И вроде бы человек и говорит доброе утро, но лучше бы он помолчал. Вот здесь примерно аллегорично такое же, да, то есть вы остановились, сейчас не движетесь вперед, нету движения вперед, потому что вы зациклены в своих мыслях, здесь мыслительные какие-то процессы, как мне получить это. То ли это связано с финансами, то ли это связано с каким-то состоянием. Я хочу ощущать вот эту вот благость, изобилие, но вот прям мне это очень-очень надо. Вот мне это надо, вот какая-то такая здесь мысль. А почему она так вдруг появилась-то, эта мысль? Ну вот желание, видите, как-то быть победителем, желание жить в реализованном каком-то социуме, да, где я ощущаю себя на коне, где я нахожусь в гармонии со своими желаниями. Вот я, знаете как, вот что-то здесь есть негативное. Я не могу вам это передать. Иногда такое бывает, когда на тонком плане, да, есть какие-то паразиты, которые влияют, да, на сознание человека, и вот ему навязывают вот такие мысли, да. То есть в принципе человеку это и не совсем-то нужно. Но вот благодаря вот таким навязчивым мыслям, да, человек начинает эмоционировать и тем самым подпитывает те или иные сущности. То есть вот что-то такое. Я не говорю, что это так. Внимание, еще раз подчеркиваю, что я привожу примеры. Кто-то может сказать, что примеры ваши неудачные. Вот как могу, как умею, так и говорю. Поэтому не надо мне писать в комментариях, что не те примеры, не корректные примеры, не правильные примеры. Моя задача передать вам информацию. Вот как умею, так я ее и передаю. Поэтому я стараюсь еще корректно здесь, знаете, подобрать слова так, чтобы никого и не обидеть, и в то же время информацию передать. Но информация здесь не очень-то и благостная на самом деле, да. То есть вроде бы желание, оно хорошее, а вот способ как-то не очень. Ну почему не очень, я скажу, потому что это здесь как-то вот вам в голову пришло неожиданно. Вот вроде бы сидели-сидели, да, было все хорошо. И вдруг вот появилась какая-то одержимость, да, мания. Мания. Мания – это состояние влияния на ваше сознание. Кто или что влияет здесь на ваше сознание. Вот, вот, вытащила арка, я его не искала. Вот кто и что влияет. Вот эту вот энергию я здесь и ощущаю. Прикрыть, прикрыть, товарищи. Вот эту энергию я и ощущаю. То есть здесь вот какое-то желание, да, вот мне это надо, мне это надо. И это желание, оно какое-то искаженное, то есть искаженная призма этого желания. Я не буду сейчас копаться, да, но что-то здесь произошло. Вот это вот пробудилось. Это уже есть у вас, это уже пробудилось. Что сейчас пробуждается? А пробуждается, наверное, вот эта вот энергия, она чистая. Да, то есть в отличие от этой энергии, она чистая. Что значит чистая? Она вот здесь, вот это вот действительно благостная. И здесь у нас идет аркан изобилия, а здесь императрица. Это альтернативно. Это один и тот же аркан, по-другому отрисованный. И, ну, примерно та же суть этого аркана. И девятка пендакля, она прекрасная. И шестерка жезлов, она прекрасная. Но энергия здесь, она какая-то не такая. Это то, что уже пробудилось. Возможно, оно пробудилось, знаете, как через какие-то теневые аспекты вашего характера. То есть вместе с этими желаниями, может быть, пробудилось и какие-то теневые моменты. Что сейчас пробуждается? Сейчас пробуждается вот именно, знаете, как какое-то, как цветение, что ли. То есть вот здесь как будто бы оживает природа. Сейчас пробуждается, вы пробуждаетесь, ваша природа пробуждается. Да, вот это вот именно состояние, настоящее состояние благости. Настоящее вот это вот истинное состояние цветения, гармония. Вот как благоухание. Что еще сейчас пробуждается? Здесь какие-то женские энергии. Желание развиваться. Желание двигаться очень быстро вперед. Желание каких-то перемен. Что еще пробуждается сейчас? Новые начинания. Новые желания, новые начинания. Новые желания, новые начинания. Но, знаете, здесь эти желания, они как будто бы не совсем реальны. Сейчас попробую сказать. Вы закрываетесь от этих желаний. Они есть в вас, но то ли вы их игнорируете, то ли вы не обращаете внимания, то ли вы сами себе говорите, сейчас не время. То есть у вас есть какая-то, знаете, потребность, как весной тает снега и идет разлив и таяние снега, вода и разлив реки. И вот вы как будто бы стараетесь игнорировать то, что идут разливы. Вы видите это, но вы сами себе говорите, что нет, меня это не касается. Это просто вода, она мимо пройдет, она меня никак не заденет. Я даже от нее отвернусь, чтобы не обращать на это внимание. Почему? Потому что я в душе хочу состояние мира и спокойствия. А любые перемены, они заставляют как-то двигаться. И вот вы игнорируете не потому, что вам не нравится то, что вы ощущаете, а вы игнорируете, потому что вы боитесь утратить свое внутреннее состояние спокойствия. Вот это вот причина, почему вы игнорируете. Да, потому что потом нужно будет как-то планировать свое будущее и двигаться в этом направлении получения желаний. То есть сейчас пробуждается вот именно вот это вот светение и желание каких-то перемен, но и одновременно вот эта вот темная сторона, вот она оттуда, вот это темный аспект. Он говорит, нет, нет, нас это не касается. Мы живем в мире спокойно, нам никакие перемены не нужны. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все хорошо. Это не про нас, это не про нас, это не про нас. Все. Вот какое-то такое здесь. А что хочет пробудиться, да? То есть мы посмотрели, что пробудилось, что сейчас пробуждается. И что хочет пробудиться? Хочет пробудиться четверка жезлов, да? Состояние праздника, состояние отдыха, коммуникации, общения, обмена информацией. Хочет пробудиться новое сознание, да? То есть очень хочется оставить все старое позади, как-то змея сбросить шкуру и вот родиться, да? То есть в новом обличье, под новые личины. А может быть даже в некоторых моментах и сбросить полностью личины, и вот обнажиться и показать себя по всей красе. То есть сознание свое изменить. Вы устали от того, что ничего не развивается, от того, что ничего не происходит, да? Вот какой-то то ли все идет с задержкой, то ли все идет не так, как... Не, ну здесь вот какая-то медлительность, да? И вот вам кажется, что то ли все медленно идет, то ли вы не развиваетесь. Вот какая-то остановка. Поэтому здесь и появляется вот желание, знаете, вот движение. Бежать босиком по полю, там, дуть на одуванчике. То есть вот какая-то такая детская радость, ощущение свободы, да? А здесь как будто бы что хочет пробудиться? Вот эта вот энергия, она и хочет прорваться. Потому что очень хочется оставить позади то, что ничего не происходит. Вот как-то все медленно было, да, еще один. Здесь аркан смерти и здесь перерождение. Это альтернативные арканы. Хочется какого-то перерождения, да? То есть, знаете, вот хочется все старое оставить гнить для того, чтобы оно преобразилось в удобрение. И вот в этой почве, да, посадить что-то новое, чтобы оно проросло. И ваша задача как будто бы вот оставить то, что уже не работает, да? Вот прошлое, какое оно есть, хорошее, плохое, неважно. Оставить позади и освободить себя здесь. Такие энергии, почему я говорю босиком бежать по полю, да? Вот эта ассоциация, да, с бегом это движение. А босиком это вот я освобождаюсь от того, что меня ограничивает обувь, да? То, что меня сдерживает вот этот вот бег, движение, свобода. Я хочу ощутить себя вот живой, да? Когда энергия вот аккумулируется, да, внутри тебя. Когда все приходит в движение. Тогда ты чувствуешь, что ты оживаешь. Вот здесь такое. А что хочет переродиться? Вот есть ли что-то одно такое конкретное, что хочет здесь переродиться? Ну, ваше эмоциональное состояние, десятки кубков, наполненности, да? То есть мне хочется эмоций, мне хочется, ну, для кого-то, может быть, состояние счастья, наполненности, радости. Вот какие-то новые впечатления, новые эмоции, да, разрушение башни. Разрушить свое старое мировоззрение. Понимаете, здесь такое чувство, что человек, когда столкнулся вот здесь вот со своими теневыми моментами, здесь смотрите, как происходит, да, сначала у человека появилось желание. И ему вроде бы кажется, что вот это вот желание, да, оно благостное, оно правильное. Но человек его достигает с помощью своих каких-то старых моделей, либо через призму своих каких-то инстинктов, да, то есть вот когда появилось желание, вместе с желанием появились и теневые какие-то аспекты. И вы их вроде бы вскрыли, но как-то проработать не проработали. Вот как будто бы идет здесь такая борьба, да, между теневыми аспектами и чем-то светлым внутри вас, да. И второй момент, что это то, что уже пробуждается, что пробуждается. Вы понимаете, что нет, вот как будто бы вот так вот, ну, нельзя достигать, да, этого желания. Вот что-то не так, от чего-то надо очиститься. И вы понимаете, что вот мне надо развиваться, мне надо сбросить что-то себя лишнее, ненужное, да, надо переродиться, вы это на уровне бессознательного ощущаете. То есть это вот, это как-то, знаете, понимаете, это головой, вы это не поймете. Это не что-то такое, что вы видите в реальной жизни и говорите, вот мне это так надо, да. Это не ход ваших мыслей, это вот на уровне ощущений, на уровне интуиции, на уровне каких-то не совсем понятных логики ощущений, глубоких каких-то чувств, переживаний. Не знаю, можете, например, смотреть какой-то фильм и расплакаться, потому что в нем увидели вот именно вот это вот ваше состояние, да, как человек находит какие-то силы в себе, да, что-то там преодолеть. И вас этот момент зацепил, и вы на него не обратили внимания, просто вам может казаться, что там, не знаю, гормон играет, поэтому я плачу. Но на самом деле вот просто произошел резонанс в вашей душе, что вот оно, вот это вот мы хотим сейчас, понимаете. Не то, как головой здесь придумано, а то, что я хочу сейчас. И вот это вот включает вас, и вы понимаете, что я хочу двигаться дальше. А куда двигаться? Не в контексте, там, купить новые вебинары, тренинги, пройти здесь вообще не про обучение, не вот такой формат. А это внутреннее вас все равно куда-то ведет, что надо как-то, как-то, я не знаю, на... Как это объяснить? Вот глубоко внутри в своей душе, да, вы понимаете, что, ну вот что-то не так я делала в своей жизни, да, вот как-то не так жила. И это не в контексте отчаяния, либо разочарования, а в контексте того, что вот хочется это все сбросить, да, и вот заново, знаете, как мы говорим, например, когда достигаешь определенного возраста, ты говоришь, а сейчас мне уже все можно. Либо, опять же таки, в контексте смерти, кого пугает это, вот прям, можете поставить на паузу, либо вообще выключить ролик, вот, и не слушать. Кого смерть не пугает, да, в контексте, что вот он прям не дрожит, что вот я привязался к этой жизни, а понимает, осознает, что это естественный процесс, да, все в жизни заканчивается, и что-то новое начинается. Скорее всего, не новое, а идет перерождение, одно состояние переходит в другое, видоизменяется, ничего не исчезает просто так, и ничего не появляется здесь просто так. А здесь просто идет видоизменение какой-то формы. Так вот, вот здесь вот ощущение, опять же, такое метафорическое, что, допустим, я, когда прихожу, ну, если представить, да, что там момент смерти, да, каждого человека, то человек как будто бы в душе своей высвобождается, и он говорит, а мне теперь все равно. То есть, знаете, когда человеку терять нечего, мне уже терять нечего, поэтому я могу себе позволить, допустим, если раньше как-то человек стеснялся, там, сказать кому-то нет, да, либо там пойти пригласить человека на свидание. Почему? Потому что вот есть вот это вот мировоззрение, есть установки, нормы, правильно, как неправильно, так надо делать, так не надо, меня осудят и так далее. То есть вот эти все предубеждения, куча всего в голове человека. А когда наступает вот такой вот момент, даже не обязательно перед смертью, а вообще наступает какой-то момент в жизни каждого человека в определенном возрасте, ну, да, уже зрелый возраст, да, когда говорит, а я могу уже себе это позволить, да, то есть я могу уже позволить себе быть собой, я могу позволить кому-то нахамить, кому-то отказать, кому-то, там, я не знаю, что-то высказать, да, то есть я уже могу себе позволить. Вот здесь какой-то такой момент наступает в вашей жизни, да, что хочет пробудиться. Именно вот этот момент, когда вы начинаете себе разрешать, когда ощущение, что вы начинаете жить истинную, настоящую жизнь, без личины, без масок, без каких-то предубеждений, страхов. Но это хочет вас пробудиться. Пробудется оно или нет, будет или нет, я не знаю. Это вот от вас будет зависеть. Но какая энергия здесь идет, я вам рассказала. Надеюсь, понятно, и надеюсь, никто не будет писать, что Элени, вы переходите на личности, вы не так сказали. Элени не тот пример, Элени еще что-то. Как раз то, что я говорю, не соответствует ничьим ожиданиям. Кому не нравится, карты вам в руки, делайте самостоятельно расклады. Последняя позиция, тройка. Зелененький камешек. Кто-то скажет, Элени, что-то вы стали какая-то грубая. Нет, просто меня достали иногда, знаете, комментарии такие, когда уже сидишь и думаешь, блин, что происходит с людьми? Что происходит? Под каким влиянием люди находятся? Неужели разучились мыслить, либо наоборот не научились мыслить логически? Так, троечки. Три аркана выложу, да, и мы с вами посмотрим, что пробудилось, что уже, что пробуждается, то есть прошлое, настоящее, что пробудется, будущее. Надо было, наверное, по всем позициям так сказать, да, что это прошлое, настоящее, будущее. Что-то я, наверное, так путаю, но в любом случае. Что пробудилось? Иллюзорность какая-то пробудилась. Сейчас сюда подниму. Что за иллюзорность здесь? Иллюзорность, иллюзорность в вашей голове. То ли по поводу, то есть какой-то самобан, то ли по поводу того, что вы можете решить какую-то ситуацию, либо наоборот не можете решить. То есть здесь идет некое такое, знаете, иллюзорное состояние вашего сознания. То есть в вашей голове есть какие-то иллюзии. И они вам мешают, они не дают вам двигаться вперед, и вы воспринимаете искаженную картину мира на данный момент. Именно по поводу двойки кубков, либо по поводу какого-то партнерства, либо взаимодействия, либо в общем, да, все, что связано с любовью, с такими благостными состояниями, заимности. То есть вот, причем эта взаимность может быть между вами и миром, либо взаимность между вами и детьми, вами и партнером, вами и родственником, вами и как это, в каком-то тандеме. То есть там, где есть два человека, здесь не обязательно личная жизнь проходит. То есть есть какая-то иллюзорность, какое-то вот помутнение, да, что это за помутнение? Не знаю, может быть, у вас появилось желание, что я хочу либо обновить этот тандем, союз и так далее, и так далее. Вот, возможно, кто-то думает о том, что, не знаю, может быть, мне нужен новый человек, да, допустим, если это касается личной жизни, да, здесь вот прям фонит это. Что-то не так идет в моем союзе, и его надо либо обновить, либо мне нужен другой партнер, либо вот я как будто бы в одиночку иду, либо мои какие-то желания не удовлетворяются, либо страх того, что вот мной манипулируют. Но вот чего бы здесь не касалось, здесь есть, как это сказать, четыре составляющие, да. Первое – это помутненный разум, да, то есть здесь не воспринимается реальность такой, какая она есть. И из-за этого помутнения у человека появляется шут, появляется желание либо что-то новое начать, либо он ведет себя глупо, неразумно, ясное дело, потому что есть иллюзорность. Либо у него появляется желание, я хочу пойти во что-то новое, да, мне что-то новое нужно, старое нужно отбросить, оно уже не имеет для меня ценности и значения. Такое бывает, знаете, как, когда там, я не знаю, мужчина, например, после 50, им почему-то не мила его партнерша рядом, да, и вот его как-то вот потянуло на молодость. Это, скорее всего, внутреннее состояние психики, когда человек ощущает то, что я хотел бы как-то обновиться. Себя-то я не могу почему-то обновить, вот, и поэтому меня тянет на чужую молодость. И кажется, особенно, да, что, имея в наличии какую-то финансовую составляющую, да, мне достойную пару составит, например, молодая красивая женщина. Ну, то же самое может чувствовать и женщина, да, что мой партнер уже как будто бы состарился, и он мне не совсем подходит, да, и хочется вот, он какой-то грустный, да, хочется что-то такого молодого. Но это вот внутреннее состояние психики, которое мы воспринимаем иллюзорно. Такое бывает еще у женщин, знаете, вот в возрасте где-то 39, скорее всего, от 40 до 43 лет, когда у женщины появляется дикое желание родить. И это вызвано не инстинктами в контексте того, что ей нужен ребенок, а это именно психологическое состояние, когда женщина хочет обновиться. И вот это вот состояние рождения, она иллюзорно воспринимает буквально, да, что ей нужно родить. На самом деле это ее внутренняя потребность. Как только достигает 43 лет, сразу это желание как-то проходит, ну, вот как вот иллюзорно исходит, и женщина думает, блин, и что это на меня напало, да, там, я не знаю, 40 лет рожать. Ладно, если это первый ребенок. А если там, например, второй, третий, четвертый, ну, сказать, что не реализовалось, как мать уже реализовалась. То есть вот какое-то, вот знаете, такое помутнение, но это внутреннее психологическое состояние потребности обновления. Здесь я привела только пример, да, в вашем случае. Это не обязательно, что это там партнера надо поменять, либо там родители еще что-то. Я привела пример энергии обновления внутреннего состояния. Но здесь есть какое-то иллюзорное восприятие в вашем разуме, что нужно что-то новое начать в контексте именно парности, тандема, союза и так далее. Либо это обновить, либо вас по каким-то причинам это перестало удовлетворять, и оно кажется, что оно какое-то такое, я не знаю, глупое. Либо здесь есть ощущение, что меня ограничивает, да, например, если это касается профессиональной сферы, да, то может быть, допустим, это ваш бизнес, да, и у вас есть совладелец. Но у вас вдруг неожиданно появляется желание, что нет, мне этот партнер-совладелец не подходит, да, я хочу пойти в свободное плавание, потому что меня ограничивает, да, я там зависим, например, финанса, финансово от другого человека, либо его какими-то, там, я не знаю, мнениями, взглядами, идеями. Нет, я хочу вот самостоятельное плавание пойти, то есть свобода, да, по шуту, я хочу ощутить вот эту вот свободу, легкость, непривязанность, независимость здесь, и это все происходит как-то неожиданно. Вот в этом, да, вот это вот пробудилось, какая-то такая, такое лизорное состояние. Вот мне интересно, в чем причина-то, почему это, не знаю, что-то вам разбило здесь сердце, что-то вас здесь не удовлетворяет. Что не удовлетворяет двойку кубков. В этой колоде три двойки кубков. Какой-то вот тандем, да, тандем, либо, ну, истинное значение двойки кубков – это любовь. То есть любовь здесь не сложилась. С кем, с чем, в связи с чем. И здесь я сказать не могу, да, ну, то есть, причем это может быть любовь самим собой. То есть нету принятия себя, нету понимания, нету вот это вот ощущение гармонии, умиротворения, да, то есть нету внутри вот этого чувства, что я люблю. Почему? Потому что есть какой-то вот диссонанс с самим собой, да. Вот, это пробудилось. Хорошо, что пробуждается сейчас? Сейчас пробуждается какая-то сила, да. Куда бы мне, вот сюда, наверное, положу. Камешик. Пробуждается сила, сила, сила. Здесь, знаете, с одной стороны пробуждается сила, вот какой-то огромный такой потенциал раскрывается, но, здесь Геракл изображен, но вот идет какое-то противостояние, что ли, много силы, что, с чем это связано. Здесь, как будто бы какие-то мужские энергии здесь пробуждаются, когда человек либо чувствует ответственность, либо силу, что я могу взять ответственность. Здесь вот не случайно, вот я сказала, да, вот это состояние шута, я хочу быть, да, независимым ни от кого, не привязываться никому. Почему? Потому что я вот ощутил себя императором, я ощутил свою внутреннюю какую-то силу, уверенность, да, стабильность, когда человек вот как будто бы чувствует, что он хорошо стоит на своих ногах, на своих двух, да, что вот я могу получить то, что я хочу, либо я что-то заслужил, и я это возьму. Вот какая-то храбрость здесь появилась, чувство храбрости, чувство отваги, чувство, что, не знаю, это как человек, который много работал, да, и устал, потом, значит, отдохнул, и у него прилив энергии, прилив сил, и он говорит, все, мне море по колено, и горы тоже до того уровня, и я иду побеждать мир, да, все, вот я чувствую, что я могу. Здесь такое, какая-то уверенность в себе, да, проявилась. Что еще здесь пробуждается? Да, вот человек как будто бы от какой-то спячки пробудился, он, знаете, причем здесь еще чувство принятия решения, да, то есть вот я долго-долго чем-то там занимался, у меня не получалось, и, как мы говорим, да, чемодан без ручки, что с ним сделать? И у вас появляется желание, что все, я чувствую в себе уверенность, что я хочу его оставить, он мне больше не нужен. Как бы он мне ценнее не был, я вот это оставляю. То есть здесь человек как-то пробуждается, да, просыпается, не пробуждается, а просыпается. Да, у человека появляются желания, да, желания, и опять же-таки заметьте, звезда, это тоже некий, это экстаз и некая такая утопия, да, то есть в ней все равно присутствует доля иллюзорности, вот какой-то обман, но он настолько возвышенный, он настолько здесь прекрасный, здесь какая-то идеализация идет. С одной стороны, это хорошо, когда человек будет стремиться, да, к тому, чтобы реализовать свои желания, а с другой стороны, вот будучи вот в этом состоянии, да, иллюзорности, да еще и звезда здесь выпала, нужно быть, ну, немножко приземленным. Почему? Потому что вот, да, вот этот прилив энергии, он прекрасен, и эту силу можно направить на достижение своего желания, и тогда оно получится, но желание нужно проверить, да, то есть оно не должно быть иллюзорным, оно должно быть конкретным, осязаемым, понятным, вот прям, ну, вот хочется сказать, земным-земным. Почему? Потому что здесь, с одной стороны, можно слить очень много энергии и никогда не реализовать свое желание, если оно не, либо какую-то цель, если оно не совсем, не то что правильно сформулировано, если оно не имеет конкретики. Здесь, понимаете, здесь как будто бы, этот стрелец, который взял в руки лук и стрелы, и у него есть навык стрельбы, да, и он готов выстрелить. Но, к сожалению, мишень не совсем четкая, то есть она размытая. Навык-то стрельбы у него есть, и он может попасть в яблочко, но сама вот эта вот мишень, она какая-то, знаете, вот эти вот круги, они такие вот, когда проблемы со зрением есть, они какие-то такие мутные, они нету фокусировки, они не четкие. И изначально, вроде бы, человек может целиться в центр, в мишени, но может в нее не попасть. Почему? Потому что изначально вот расплытые вот эти круги, и человек не может понять, где там центр, а где вот я чуть-чуть отхожу, то есть попаду в девятку, либо в восьмерку. Хотя изначально я бы мог попасть в десятку. Вот здесь что-то такое. Что здесь не так с этой вашей мечтой, с этим вашим желанием? Аркан умеренности. Здесь нужно как будто бы, знаете, здесь не само желание, а здесь надо как-то вымереть. Здесь, нет, не так, забыла я, что они тут прикрываются. И как-то правильное, как это сказать, в правильных пропорциях, то есть здесь, наверное, надо пересмотреть это желание, то есть где-то что-то может быть преувеличено, где-то наоборот что-то может быть преуменьшено в чем-то. То есть вот здесь как фокус, да, конкретики не хватает. Потому что здесь вы можете воодушевиться, там, я не знаю, в проявлении своих каких-то лидерских качеств, организационных моментов, да. То есть здесь человек солнца, да, он наполнен энергией, и он хочет двигаться вперед, у него есть силы. Но у солнца есть, не в этой колоде, а в классике, есть стена изображена. И как символ она очень важна. Это та грань, которую важно соблюдать и не переступать, да. То есть с одной стороны, солнце может указывать на детские какие-то энергии, вот. А с другой стороны, наоборот, такую взрослую энергию. И вот эта вот грань, да, между зрелостью и инфантильностью, она очень тонкая. То есть с одной стороны, по детскости можно сказать, что человек стремится, да, что-то узнать, что-то познать. А с другой стороны, если он переходит эту грань, да, он входит вот в зрелость, когда человек говорит, все, я в этой жизни уже все познал, мне ничего не надо, я уже достиг каких-то высот, и мне уже некуда стремиться, потому что я уже и так бог, и царь, и все знаю. И отсюда у нас появляется вот это вот гордыня. То есть вот здесь вот какая-то грань, да, и эту грань важно соблюдать. Что это за грань тут такая? С одной стороны, вы можете разочароваться, а с другой стороны, здесь разочарование, да, причем разочарование, оно может быть связано с... уже везде эти голые. С другой стороны, это разочарование, оно может быть связано с коммуникацией каким-то образом, да, то есть с одной стороны, я вроде бы хочу исцелиться. Здесь, сейчас скажу по-другому, что вам было понятно, да, то есть здесь есть какая-то проблема в прошлом, да, когда такое чувство, что вы уже ее преодолели. То есть, допустим, это человек, который уже переболел, да, и вот он почти выздоровел. Он чувствует себя хорошо, температуры нет, нету каких-то знаков того, что там насморка нет, горло не болит, я уже чувствую себя хорошо, но слабость, она все равно присутствует. Ну, человек говорит, не, не, я справлюсь. И вот только он пришел в себя, сразу все, надо пойти, там, я не знаю, на работу, да, мне море по колено. И он сталкивается с тем, что а сил-то не хватает, он быстро перегорает. Либо когда вы ходите, например, на массаж, там тело такое расслабленное, ты чувствуешь в себе какую-то такую силу, с одной стороны ты расслаблен прекрасно, да, тело такое согрелось, такое мягкое, вот ты чувствуешь себя, у меня состояние прекрасное. И вместо того, чтобы прийти домой, там, не знаю, полежать, там, отдохнуть немножечко, там, час-два, да, чтобы вот как-то те процессы, которые запустились во время массажа, да, чтобы они пришли к своему логическому завершению, да, человек говорит, ну, я же чувствую себя прекрасно. Все, надо помыть стекла. И пошел в уборку, да, начинает там убираться, а потом к концу вечера, ой, что-то я устала. Так хорошо было на массаже, конечно, потому что человек поторопился, да, то есть он не выдержал вот эту вот паузу. Здесь такое ощущение, что здесь очень важно выдержать какую-то паузу, прежде чем вы начнете что-то делать, потому что иначе вы сможете разочароваться. И причем, с одной стороны, да, рыцарь сосудов здесь говорит об исцелении, о новом каком-то начинании, коммуникации, причем это исцеление может быть связано в каких-то отношениях, то есть в общении. А с другой стороны, говорит о том, что вы можете заново впасть в разочарование. То есть одним словом, здесь нужно соблюдать золотую середину, не торопиться. И здесь не говорит о том, что вообще действовать не нужно, а здесь нужно понимать по обстоятельствам. Вот мы говорим, вот сейчас нужно действовать, потому что обстоятельства этого требуют. А здесь лучше промолчать, здесь не надо действовать, здесь вот нужно как-то затаиться и подождать, да, подержать язык за зубами. Вот вам вот такая энергия необходима сейчас, пробуждается сейчас. Так, и что хочет пробудиться? Это вот что пробуждается. А что хочет пробудиться? Новое какое-то начинание, но вот прям новое, оно позитивное, оно хорошее, но у него мало энергии, оно может быстро выгореть. Хочет пробудиться новое взаимодействие. Вот здесь оно тоже было, да, как-то новое взаимодействие с другими людьми, либо желание помочь кому-то, либо чтобы вам, нет, скорее всего, вот вы кому-то, да, то есть здесь такой какой-то, какая-то искра появилась, желание взаимодействия с миром, кому-то в чем-то помочь, ну, семье, да, семье помочь. Хочет пробудиться вот эта вот энергия, да, я хочу помочь семье. Почему? Потому что, ну, для вас семья, это вот, для троек это всегда семья, большая ценность, на самом деле, помимо материальной, да, сферы, и поэтому, как только вы почувствовали прилив энергии, прилив сил, да, может быть там что-то негативное осталось позади, да, то есть зима, она все-таки забрала вот те трудности, которые у вас были. Сразу почему-то такое желание, что, да, я чувствую силы, и поэтому надо помочь семье. Либо что хочет пробудиться? Желание зарабатывания денег, либо желание что-то стабилизировать, и в данном случае вот какие-то трудности, которые у вас были, да, то есть здесь человек рвется бой, поэтому будьте аккуратны, я сказала, да, почему, прорыв, то есть человек хочет совершить прорыв, хочет собрать все свои силы и двинуться вперед, но сил здесь не так много, они только у вас появились здесь, да, вот этот вот аркан силы, он как потенциал, вот такой, знаете, не знаю, как некрасивый образ, не буду его говорить, сейчас придумаю какой-нибудь другой пример, знаете, вот есть эти детские игрушки, как баллончики, там, я не знаю, резиновые, да, ты наполняешь их водой, потом вот так вот нажимаешь, они брызгают в воду, выплескивают, вот здесь вот такое ощущение, что вы набрали в маленький такой баллончик этой игрушки, там, уточка, либо еще что-то, вот набрали водички, а в ней не так много, потому что форма, она небольшая, да, и вот то, что если нажать на эту уточку, на эту игрушку, на этот баллончик, он выплеснет небольшое количество воды, столько, сколько он получил, вот здесь вот примерно то же самое, то есть вы хотите совершить прорыв достаточно большой, да, то есть ваша цель, она такая большая, масштабная, глобальная, а сил только на один баллончик хватает, понимаете, на какое-то вот разовое, то есть здесь нужно наполниться, что поможет вам наполниться энергии? От вселенной окончательно, окончательно вот исцелить себя, окончательно понять себя, преодолеть какие-то вот моменты в себе, какие-то ограничения, предрассудки может быть, да, какие-то убеждения, программа, что-то есть внутри вас, вот, то есть прежде чем двигаться дальше, вам нужно в себе что-то преодолеть, еще один аркан, вам выпали все альтернативные, да, аркан мира и аркан мира, то есть прежде чем сделать первый, шаг, вам нужно что-то завершить, вот это вот состояние, видите, четверки кубков, некого такого присущения, комфорта, проще скажу, вам не хватает сейчас энергии, она у вас есть, она у вас появилась, и вот как я сказала, как человек, который, знаете, вот выздоровел, он почувствовал первый прилив энергии, но он еще не восстановился окончательно, вот так давайте скажу, да, то есть у вас восстановление здесь где-то идет на 7-75%, то есть еще окончательно вы не восстановились, поэтому не торопитесь, да, то есть все будет, восстанавливайтесь, направьте свою энергию на что-то другое, не на движение, то есть здесь не надо торопиться, вот, иначе, ну, вы не получите тех результатов, которые вы хотите. Вот такой был сегодня расклад, хочу поблагодарить вас всех за то, что вы смотрите, за ваши комментарии, не буду благодарить тех, кто пишет нехорошие комментарии, вот, не буду таких благодарить, но я признательна вам и за лайки, и за то, что вы остаетесь со мной, за то, что вы подписываетесь на телеграм-канал, кому это важно, кто хочет смотреть и другие расклады, вот, не те, которые есть здесь на канале, кто хочет со мной общаться в чатике, хотя, сейчас я его на время убрала туда ссылку доступа, вот, в будущем там будут перемены, но не сейчас, поэтому пока просто убрала, и если вы хотите войти в чат и общаться с другими участниками, и со мной в том числе, да, вам надо будет написать мне лично в телеграм, вот, чтобы я вам дала ссылку. На этом все, прощаюсь, а хочу пожелать вам всего самого наилучшего, всем пока-пока, пока-пока.